В Твери подвели итоги работы военных комиссариатов в 2021 году. Торжественное мероприятие прошло в четверг, 23 декабря, в стенах бывшего здания Суворовского военного училища. Лучшие районные военкоматы были отмечены наградами. Подробности у нашего корреспондента. Несмотря на сложности, которые наложила на работу военного комиссариата Тверской области пандемия, план по призыву жителей Верхневолжья на военную службу в этом году был выполнен полностью. Причем это касается как весенней призывной кампании, так и осенней. Она, к слову, официально завершится лишь через 8 дней. Однако уже сейчас можно говорить о том, что все задачи, которые были поставлены перед областным военкоматом руководством западного военного округа, решены. Все наши мальчики уже доставлены к местам прохождения службы и находятся на двухнедельном карантине. В этом мы, скажем, перевыполнили план и к 21 декабря уже норму свою выполнили. Они, как в прошлом году, к 30 декабря. Высокую оценку по результатам работы за год можно дать и большинству районных военкоматов, отметили на мероприятии. Их деятельность оценивается по нескольким критериям. Это выполнение нормы по призыву, работа с мобилизационным ресурсом, организация военно-патриотической деятельности. В итоге лучшим районным комиссариатом в 2021 году стал военкомат Ржевского района. Заслуженные награды и благодарности получили и представители военкоматов других муниципалитетов региона. Добавим, что нового 2022 года в областном военкомате ждут с особенным настроением. Уже к весеннему призыву в Верхневолжье планируется открытие военного комиссариата нового формата. Он должен стать флагманским образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов РФ.